Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. У меня краткий обзор. Как-то, вы знаете, в последнее время такая скукотища на канале пиратов. Как я и говорила, будут таскаться несколько видеороликов по магазинам в поисках тумбочки для телевизора, под телевизор. И так и есть, слушайте, как в воду глядела. Ну, потому что, ребят, когда им понадобился шкаф, вы вспомните, сколько они таскались по магазинам. Но самое смешное, что наша успешная, да, миссис Клювдия искала подешевле, подешевле. И, слушайте, даже если ей что-то там нравилось и приглянулось, она тут же смотрела на ценник. Да, Фовеньке-то понравился камин, прям камин искусственный, но не по карману пиратскому. И так смешно, как она всё ходила, ей там что-то предлагали. И, как скажут, цену, а потом сколько будут изготавливать якобы эту тумбу, она тут же всё списывает на сроки изготовления, что якобы, ой, так долго ждать, так долго ждать. И это совсем не цена, да, виновата. Это просто надо долго ждать. Ой, как раз-таки, возможно, наши варианты там будут. На Валдбересе и на Озоне, конечно же, там лишь бы что. И, конечно же, дёшево, быстро, сердито. Но попёрлась же она в этот торговый центр мебельный исключительно за качественной и очень красивой тумбой. Но всё, что качественно и красиво, дорого, а Нина не может позволить заплатить такие деньги. Потому что ей что-то хочется уже и диван, что-то ей уже и шкафы захотелось, что-то ей как-то слишком много всего захотелось. И вы знаете, вот в комментах где-то проскальзывали комменты, что вот откуда у них деньги и где они берут эти деньги. Слушайте, ребят, ну зарабатывает она и на Дзене зарабатывает, и на Ютубе она зарабатывает. Да, но опять же, никто кредитные карты не отменял. Также она может и в кредит купить ту же тумбу, те же шкафы и по чуть-чуть выплачивать. На Дзене зарплата хорошо сейчас добавилась, она пошла вверх, поэтому пиратка довольно-таки прилично получает с Дзена точно так же, как и Уралочка. Поэтому они обе сейчас могут позволить себе намного больше, чем раньше. Я говорю это вполне серьёзно. Как раз-таки для влоговых каналов, где много видеороликов, где достаточно длинные видеоролики, доход просто прекрасный. Поэтому тут ничего нет удивительного. Только вот пиратка у нас больно жадная. Она очень уж переживает за кишку Фовкину и свою, ну и за одну, и за другую кишку, прямую кишку, потому что всё спускать же надо будет в унитаз. Они уж больно переживают, чтобы было что закинуть в кишку, и чтобы не переплатить за эту мебель, да, чтобы потом не остаться голодными. Поэтому ходила, бродила, бубнела. Слушайте, сколько видосов она там запилила? Два или три видоса по поводу мебели, которую она всё никак не могла выбрать. Всё ходила, снимала, и всё, как всегда, лапала и цапала. Ну а дальше, ребят, глянула я этот видос, когда Ромка приходил. Чё-то там намывала полы, драйла. Кстати, ребят, чуть не забыла по поводу этой тумбы. Это самый настоящий смех, когда она всё это расстояние мерила, да, чтобы пылесос по тумбу мог пройти. Это ж, слушайте, какая лентяйка! Это какой-то капец, ребят! Это ей лень встать на карачки, взять тряпку и рукой убрать и пыль, и грязь. Ей обязательно надо, чтобы Гаврюша туда просочился. Это ж настолько надо быть лентяйкой, чтобы только при помощи этого Гаврюши наводить порядки. Интересно, она хоть когда-нибудь моет полы или нет? Или такая же засранка, как и Уралка? Ну, короче, дальше. Пришёл в гости Ромаха. Да, Ромаха. Я думаю, ребят, пришёл он в гости, потому что он решил, что Нинка там навезла много разных подарков с Таиланда. И поэтому примчался. Ну, чё, за халявой пацан примчался. Мало ли, чё она там может привезти. Может, какие вкусняки, может, ещё что-то. Вот и припёрся. И я так и не поняла, для чего он приехал. Чтобы помочь Фофоньке передвинуть диван только всего лишь для этого. А, нет, ну, ещё и за подарками. Но подарки-то можно было отдать при какой-нибудь там встрече там или как. Но примчался он, скорее всего, не так помочь, как забрать эту халяву, которая предназначалась для него. Но я, ребят, просто в шоке. Что она там ему дала? Что она дала? А ананасы или манго? Что? Манго вроде бы сушёное. Потом, опять же, лапшу. Это жесть. Она притащила эту лапшу, чтобы дарить друзьям. Ну, ладно, Натахе, Дахе она там дала. Молодёжь любит вот эти наши, знаете, роллтоны. Или как они там правильно, ударение ставится. У нас говорят роллтоны. Роллтоны, да, в России, наверное, роллтоны. Или наоборот, я уже запуталась. Так вот, ребят, эти бич-пакеты, да, молодёжь зачастую любит. Но, слушайте, Ромке дарить лапшу, которая ничем не отличается от биг-ланча, ну, извините, это уже дно. А вот когда она взяла пакет с креветками, я прямо аж вздрогнула, думаю, неужели она решила Ромке целый пакет креветок дать? Но мне кажется, не тут-то было. Пакет мне, кажется, она не дала, ребят, или я что-то упустила. Потому что я несколько раз просмотрела, я не увидела, чтобы она ему дала целый пакет с креветками. Она сказала Фовке его открыть. Видимо, она просто угостила, дала ему попробовать, потому что там то ли кофе они готовили, то ли что. И, мне кажется, она просто дала попробовать. Я чётко услышала, что она сказала, это не всё тебе. Рыбки, соломки дала, потом анчоусы. Всё это можно купить в любом магазине в России. Две пачки лапши и пасту, эту дешманскую пасту, эту коробчонку малюсенькую. А Фовонька открывал креветки. И я, ребят, пересмотрела как раз-таки этот момент, где уже потом, после того, как Фовонька открыл пакет с креветками, на столе в пакетике было как раз-таки совсем чуточку креветок. Да, щедрая пиратка поделилась, прям как от сердца оторвала. Серьёзно, ребят, ну и позор. Хоть бы уже не позорилась, хоть бы при нём не открывала этот пакет, уже бы сразу насыпала, и чтобы он не видел, что ли. Позорище! Это настолько быть жадной. Нет, я понимаю, что креветки дорогие, и она недёшево за них заплатила в Таиланде. Ну, слушайте, лучше бы она за эти деньги нажралась от души здесь. А то постоянно таскает эти креветки, и как та жматяра чуть ли не по две штучки выделяет. Ну, а Ромка, наверное, рассчитывал, что пиратка там прям завалит его всякими вкусняхами. Ну, не тут-то было. Ребят, это так смешно, как она хочет показать себя прям щедрой-щедрой. А сама, слушайте, как от сердца отрывает. Да, говорит, соломочка, рыбка, а это анчоусики. И две тебе пачечки лапши тайской. Самой дешёвой, самой дешёвой, но вкусной, вкусной. Короче, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.